Впервые в России с гастролями в Хабаровске. Слоны, тигры, крокодилы и целое сафари-шоу. В город приехал цирк из Рима. Сами артисты говорят, что давно мечтали побывать в России, особенно на Дальнем Востоке. Какую цирковую программу подготовили итальянцы в репортаже наших корреспондентов? Итальянцы славятся не только своей энергетикой. Из-за трепетного отношения европейцев к участию животных в цирке дрессура здесь особая. Артисты почти не сидят в клетках. Слоны свободно разгуливают за кулисами и по манежу. Вместе с тиграми и слонами на гастроли в Россию отправились питоны, крокодилы и много змей. Все очень воспитанные. Можем сейчас хоть чай пойти с вами пить, они все равно будут на месте. Я дрессировщик в пятом поколении. С детства умею чувствовать животных. К каждому у меня есть свой подход. В Италии пять известных цирковых династий. Дэвио Тони рассказывает, что его семья – одна из таких. Их цирк существует более 130 лет. Труппа давно мечтала побывать в России. Перед поездкой начали изучать язык. Хочу смотреть много людей здесь. Нравится много Россия. Люди очень приятные. Город очень красивый. Спасибо. Все. Чао, мама. Сейчас на манеже последние репетиции. Премьерное представление назначено на эти выходные. Итальянцы планируют покорить хабаровчан также иллюзионным аттракционом, которое есть в репертуаре только у этой труппы. Детей до пяти лет приглашают бесплатно. Взрослым билеты советуют приобретать заранее. На премьеру свободных мест уже нет. Хабаровск, мы ждем. Мы ждем тебя.